Дорогие друзья, в продолжении нашего изучения Мишна и Тора по этой замечательной книге Рамбама мы продолжаем учить законы о чертах характера и сегодня пункт номер семь пять. Итак, мы говорим о злословии, о вреде злословия. И, ну, читаем дальше. Еще сказали мудрецы, каждый, кто злословит, как будто отрицает основы Торы. Как сказано, тех, которые говорят, победим языком своим уста, уста нам служит, кто нам господин. Это сказано в Тегелим 12.5. Еще сказали мудрецы, что злословие бывают троих рассказчика, слушателя и того, о ком говорят. И слушателя больше, чем рассказчика. Пункт семь шесть. Есть вещи, которые называются пылью злословия. В комментарии к Мишне Рамбам поясняет, что пыль злословия, это когда говорят о недостатках намеком или завалированной формы, а также затевают разговоры, которые, в конце концов, приводят к злословию. Так вот, пыль злословия. Например, кто бы сказал о ком-то, что он станет таким, как сейчас? Или давайте-ка не говорить о таком-то, я не хочу рассказывать о нем то, что мне известно и так далее. И еще рассказывают нечто хорошее. Или, например, о человеке в присутствии ненавидящих его. Рамбам приводит Тесефту, Абадазара-1. Добавляя слова, перед ненавидящим его, то есть перед друзьями хвалить друга можно или даже нужно, в комментарии к Мишне он пишет, что при большом стечении народу не следует хвалить никого, потому что наверняка среди присутствующих найдется кто-то, кто не любит того, о ком сейчас идет речь. Это крайнее отдаление от злоречия. В книге Шмират Лашон, Стража языка, Хафиц Хайм, среди прочего, рекомендует Никогда не говорите говорящим о другом торговце или с мастеровым о других мастеровых, потому что по общему предположению ни один мастер другого не любит. И тем более не следует хвалить одного перед другим. Итак, если рассказывать нечто хорошее человеку в присутствии ненавидящих его, это пыль злословия, так как приводит к тому, что начинает рассказывать нечто порочащее. И об этом сказал Шлома, царь Шлома, восхваляющий ближнего громким голосом, встанет утром и увидит, что сказал проклятие. Это сказано в Мишлей, 27.14. То есть, желая добра, причинил человеку зло. Пункт 7.7 И тот, кто злословит в шутку или от нечего делать, то есть, не испытывая ненависти к объекту злословия, о нем сказал Шлома, старательно мечет искры, стрелы и смерти, скажет, я только балуюсь в Мишлей, 26.18.19. Тоже можно сказать о злословии украдкой. В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что жители Ципори вывели на царские работы, что их вывели, жители вывели на царские работы, а некто по имени Йоханан не вышел. Увидев это, один сказал другому, мы сегодня не встретимся с Раумом Йохананом. Услышав этот разговор, надсмотрщик велел немедленно привести Йоханана, сказал Рейш-Лакеш. Это скрытая форма злословия. Так вот, о нем сказал, что старательно мечет искры, стрелы и смерть, и скажет он, может быть, я только балуюсь, тоже можно сказать о злословии украдкой, как мы сейчас прокомментировали, когда говорящий принимает наивный вид, будто не знает, что слова его злословия, а когда его обличают, говорит, а я не знал, что я сделал так-то, или я не знал, что это злословие. Нет разницы, злословие в присутствии человека или в его отсутствии. В пояснении говорится, что сказал Рава, в другой версии Раба, все сказанное в лицо не является злословием, сказал Абая. Это сочетание хамства и злословия. Ответил ему, я считаю, что Раби Йосей, сказавший, никогда во время разговора я не озирался. Множество комментариев посвящено этим словам. Поскольку в споре Равины или в споре Равы и Абая закон следует Раве, а Рамбам постанавливает в соответствии с мнением Абая. Один из вариантов решения проблемы принять версию Талмуда. Раба, а не Рава. Тогда можно применить правило, по которому при споре Абая и Рабы закон в ряде случаев следует мнению Абая. Рав Краковский приводит здесь слова Шита Мику Бетцет о том, что Йосей всегда следил, чтобы все сказанное им в отсутствии человека он мог сказать и в его присутствии. То есть никогда не говорил ничего, что можно было бы расценить как злословие. А в этом случае Рава, вводя поправку на поведение Раби Йосей, утверждает, что порядочный человек не говорит гадости в лицо. И так же следует себя вести, когда объект обсуждения не слышит. И, соответственно, и, собственно, спора между Равой и Абая нет. И любая вещь, которая, будучи произнесенной публично, может причинить вред человеку или ему имуществу, или даже просто неудобство или страх, тоже называется злословием. Если же это было рассказано в присутствии трех человек, то считается, что сведения эти стали известны всем. И если один из троих расскажет это еще раз, то это не злословие при условии, что не намеревался распространить слух и открыть еще больше. Утверждение, что рассказанное трем слушателям перестанет быть предметом злословия, понимается двояко. Раши понимает это, как рассказанное своим или самим человеком перед тремя. Если некто рассказывает о себе что-то публичное, очевидно, он не возражает, чтобы об этом знали. Рамбам поднимает эту фразу иначе. Если некто хоть раз рассказал публично что-то о другом человеке, то эти сведения стали достоинством или достоянием всех и повторение их не должно считаться злословием. Хафедс Хаим, Шмират Халашон, обставляет право пересказать услышанное в присутствии трех таким количеством условий, сводящихся к не навредить и не пересказывать гадости, что в сущности сводит эту ситуацию к своей постоянной рекомендации. Приучить себя никогда не говорить о других людях, кем бы они ни были. И если иногда приходится, то говорить самым кратким образом. На этом мы закончили пункт 7-8 и до скорых встреч!